Привет всем! Я продолжаю чтение отрывков из моей книги «Когда кричит горизонт». И сегодня мы с вами после двухнедельной стоянки на острове богов и демонов на острове Бали пройдем через весь индийский океан к острову Маврикий. Я с удовольствием сделаю это с вами сегодня еще раз. В 16.30 модули швартовые пошли на выход. В 18.00 прошли южную оконечность острова. Лег на компасный курс 245 на мыс Доброй Надежды. До него 5300 миль. До Гран-Багамы около 13000 миль. Дай бог пройти этот этап без поломок, штормов и остановок. Несу Геную. Компасный курс 245. Ветер юго-восточный. 15 излов. Несу ходовые огни. Наладил связь через Иридиум. Перекачал фото с компа на флешки. Отписался и не проверил связь. Связался с берегом. Все потихоньку налаживается. Котики спокойны. Лишь Циля разговаривает. Похоже она скучает по оставленным на берегу деткам. Я тоже по ним очень скучаю. Успокаивает лишь то, что они попали в самом деле в хорошие руки. Благодарность за то Михаилу и Татьяне Цыгановым. Спасибо, мудрый остров богов и дьяволов. Спасибо, Бали. Я запомнил, что мне сказал местный Бруха, мудрец и учитель. В море ты царь и бог. На берегу же слабее многих. Помни это. Спасибо, я запомнил. Вот, наверное, и объяснение тому, почему мне так порой тяжело и трудно на берегу. Циля продолжает мне жаловаться на то, что ее оставили без деток. Успокаиваю ее, как могу. А потом она выплеснула всю свою нерастраченную материнскую любовь на майку. Дочь не сопротивлялась. Потом задумалась и начала мамку сосать. Понимаю. И поцелуют, и накормят. Чего теряться-то? Книгу, когда кричит горизонт или иначе сборник морских рассказов и уроков морского дела, которые помогут желающим реализовать их мечту и выйти в море с необходимым багажом знаний и навыков, можно купить в магазинах Российской Федерации, взять, почитать в основных библиотеках страны или заказать у нас на сайте. Ссылка в описании. 23 июня 2013 года. С утра ветер ослабел до 20-25 узлов. Поставил грот с тремя рифами. Лодка, как я рассчитывал, пошла чуть круче к ветру и стабильнее. Без сомнений, теперь я целю на Маврекий. Уж слишком тяжелы условия плавания в индийском в этот раз. Все внутри уже мокрое, лодка течет очень сильно, холодает. У мыса Доброй Надежды будет просто холодно. Нужны сапоги, о которых я забыл, пропан для обогревателя. Да и после 3000 миль такого перехода без сомнения захочется передохнуть. До Маврикия на сегодня 2446 миль, до мыса Доброй Надежды 4432 миль. По поводу прохода мысом буду решать на Маврикии. Пока никто из помощников на берегу не увидел погодных окон хотя бы в 3-4 дня. Уж очень хочется вернуться в Канаду в этом году. Устал. Но это очень странная усталость. Я, пожалуй, испытываю ее впервые. Нет, она не физическая, а эмоциональная. Но гнетет и давит посильнее физической. Видимо, сказывается напряжение от решения бесконечных непрекращающихся проблем. Все попытки отлечься пока безрезультатны. А к этому еще холод, плохая погода, сырость и перспектива где-то болтаться до зимы, дожидаясь, когда череда штормов у мыса Доброй Надежды пойдет на убыль. Да, надо признать, что этот переход пока выглядит самым тяжелым. Даже зимняя Атлантика не может сравниться с этим моим сегодняшним состоянием. Но я ведь сильный? Сильный или нет? Чего ты молчишь? Ты справишься? Да. Я, конечно, очень постараюсь. Очень. Ведь эта кругосветка всего лишь подготовка к моей весельной. А там, я нисколько не сомневаюсь, будет ну никак не проще, чем здесь. Ну что? В этом ты молочи, на прекрасную тренировку себе придумал. Так что давай, вытаскивай себя. Вот и дети вокруг тебя собрались, чувствуют, что у папы настроение не очень. Спасибо, ребята. Не волнуйтесь. Все у нас будет хорошо. Обещаю. Вы ведь меня знаете. Еще несколько дней такой же тяжелой погоды. Сегодня 27 июня. Сегодня снова вспомнились родители нашей семьи, когда все были живы, здоровы и жили вместе. Кажется, что это было совсем недавно. Однако я скоро буду в возрасте моих родителей, которые ушли молодыми. Отец в 57 лет, мама в 63 года. Как быстро пролетела жизнь. Ночь 10 июля прошла в активной судовой зоне. Все идут с мыса с доброй надеждой. Или на него. Поговорил с сухогрузом Сауэлт Карамба. Дали прогноз. Ветер восток, юго-восток. 16 излов. Хорошо бы так. Выписка из судового журнала яхты Хикари. 11 июля 2013 года четверг. С утра начал получать поздравления с днем рождения. Да, мне сегодня 49. А лишь вчера было 20. И я поехал в Эстонию работать на Крузенштерне. Господи, как быстро жизнь прошла. Да, можно успокаивать себя тем, что долгие и интересные годы все еще впереди. Но если посмотреть правде в ее глазницы, то молодость издрелась давно в кильваторной струе. А что осталось? Десяток лет до 60? Пусть так. Всему свое время. Но как бы мне хотелось за этот оставшийся десяток успеть то, что не успелось за всю жизнь. Как там в книге у Веллера? Если не за что умирать, то не для чего и жить. 14 июля 2013 года с рассветом подошли к порту Луи на 6 миль. Начали моторить на вход. Ветер встречный. В 8.00 ошвартовались у причала таможни. В 10.45 закончили оформление. Детей удалось не показать. Спрятал в туалете кладовки. Хоть яхту и досматривали. В 11.00 ошвартовались в Марине. Приехали. Индийский океан позади. Наше с котами кругосветное плавание перешло в свою вторую половину. Короткая, до сих пор рвущая мне сердце стоянка на этом райском тропическом острове, острове Маврикий, о которой я вам расскажу в следующий раз. Моя книга, моя книга «Когда кричит горизонт» наконец поступила в продажу в магазины моего родного города, города Ростова-на-Дону. Вот их название и список. Также книгу можно посмотреть и заказать на сайте по ссылке в описании. Свяжитесь, пожалуйста, со мной те, кто живут в приморских городах недалеко от Ростова. У меня будет к вам важная просьба. Люблю вас и до встречи на морских дорогах, на страницах моей книги и в моих видео для вас. Пока.